Регина Эзера. На Даугаве ледоход. Оригинальное название «Ладус иет» — «Лёд идёт». Из сборника рассказов «Даугавас стаасты» — «Рассказы с берегов Даугавы». Перевод Людмилы Лубей. Читает Евгений Бразоль-Брушковский. Глава третья. Что ему ещё нужно? Тётя Илга, а ваш Имонт сбежал? Из-под мохнатой шапки на Илгу смотрит Эджус, и глаза его жуликовато поблёскивают. Это его месть Имонту, не пожелавшему взять его в своё тайное путешествие. Как сбежал? — испуганно переспросила Илга. Ну да, в окно выпрыгнул, а за ним щенок. Подумать только. И за что? Она последние копейки не жалеет, только чтобы ему было хорошо, чтобы он был сыт и одет. Ни в чём ему нет отказа, ни в добром слове, ни в ласке. Что же ему ещё нужно? Она вдруг вспоминает своё детство. Она была скромная, застенчивая девочка. Тётя сшила ей тряпичную куклу, и ей больше ничего не было нужно. А он? Ну, мечтал бы, скажем, о дорогой игрушке. Её можно купить. Но Имонт никогда особенно не жаждал ни большей деревянной автомашины, ни лошади с мочальным хвостом. Когда ему было пять лет, он принёс со двора воробья со сломанной лапкой, а теперь он привязался к Бобику. И нет, чтобы посидеть дома в тепло натопленной комнате. Так он удрал на улицу, на холод. Илга обошла то место, куда он прыгнул. На снегу следы маленьких ботинок и собачьих лап. Окно приоткрыто. Он не смог притворить его снаружи. Следы ведут через заснеженный, незатоптанный угол двора. Возле самой тропки их пересекла лыжня Эджуса. Тот держится все время рядком, заглядывая Илге в лицо и желая по нему прочитать, достанется Имонту или нет. Под конец Илга входит в комнату и садится на стул, не снимая пальто, как в чужом доме. Слушает рок от машин, проходящих по большой улице. Потом вспоминает, что надо же закрыть окно. Она встает, подходит к подоконнику. У Герани обломана верхушка. Это уж, конечно, работа Бобика. Она снова улавливает шум идущих вдалеке машин. Они проносятся мимо, и грохот постепенно тонет в море тишины. И тут Илге приходит в голову, что она ведь даже толком не знает, где находится этот Берсиэмс. Берсиэмс. Продолжение следует...